Метрополит Ивсевий, епископ Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий. Биография. Родился 21 января 1860 года в селе Серебряки Олексинского уезда Тульской губернии в семье священника. Закончив Тульское духовное училище и Тульскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию. Курцорпу окончила в 1885 году со степенью кандидата богословия и тогда же был определен в Могилевской духовной училище учителем русского и славянского языков. С 1888 года помощник смотрителя Могилевского духовного училища, одновременно проходил должность члена Могилевского уездного отделения Епархиального училищного совета и исполнял обязанности дела производителя. Училищного правления 3 августа 1893 года был пострижен в монашество под именем Ивсевий в честь Ивсевия епископа Самосадского. 5 августа был рукоположен в Сан-Ира Дьякона, а 6 августа – в день преображения Господня в Иера Монаха. Таинство Хиротонии совершал епископ Гдовский Николай. 11 сентября 1893 года был назначен в состав Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета с возведением Сан-Архимандрита, но едва он успел прибыть к месту назначения, как 18 октября 1893 года был определен на должность ректора Иркутской духовной семинарии. Служение в Иркутске в Иркутске архимандриты в Севии, помимо ректорства и преподавания в семинарии, принимал участие в других епархиальных делах. Был редактором Иркутских епархиальных ведомостей, председателем Епархиального училищного совета, деятельным членом Иркутского миссионерского общества. 26 января 1897 года в Иркутском Вознесенском монастыре был Хиротоний Санва епископа Керенского, викарий Иркутской епархии. Хиротонию совершали архиепископ Иркутский Тихан, епископ Рязанский Милитий, епископ Забайкальский Георгий и епископ Якутский Никодим, епископ Камчатский. 4 октября 1897 года епископ Ивсевий был назначен на самостоятельную кафедру епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского в городе Благовещенске. 4 февраля 1898 года он прибыл в Благовещенске, вступил в управление епархией, ревностно относился к богослужению и с того проповедовал, блестяще сочетал любовь к просвещению с личной праведностью. Ревностное проповедничество с благотворительностью архипастырь Владивостокский. 1 января 1899 года был назначен первым епископом вновь учрежденной Владивостокской и Камчатской епархии. Перед прибытием в епархию в 1899 году в первую неделю Святой Четвердесятницы Владыка прибыл в Свято-Троицкую и Шмаковскую обители и провел там целую неделю, и спрашивая себе небесной помощи на многотрудное послушание и устроение новой епархии, в монастырской тиши и уединении постом и молитвой подкреплял себя пастырь на предстоящие служения. 20 лет пребывания Владыки на Владивостокской кафедре совпало с усиленным заселением Уссурийского края, с постройкой на Дальнем Востоке железных дорог, с русско-японской войной, со временем, когда русский Дальний Восток, до то ли малообитаемый и почти пустыны, заполнялся русскими людьми, когда быстро возрастало его население и вместе с тем развивалось земледелие, торговля, промышленность. Этот край нуждался в усиленном духовном просвещении. Новая епархия занимала огромную территорию площадью миллион двести тысяч квадратных верст, в которой насчитывалось шестьдесят девять церквей. Священников не хватало и зачастую приходы пустовали. По приезде нового правящего архиерея не нашлось даже помещения для него. Епископ Евсевий поначалу нашел приют в губернаторском доме. Единственный приходский Успенский храм Владивостока был переименован в Кафедральный собор. А консисторию временно разместил у себя кафедральный протеерей. Однако уже через год трудами были открыты и духовная консистория, и попечительство обедных духовного звания и пархиальный училищный совет, и пархиальный комитет православного миссионерского общества. С течением времени было построено и освящено свыше ста семидесяти храмов и более ста церковно-приходских школ. Только во Владивостоке при его непосредственном участии были построены и освящены храмы. Успенский, Покровский, Петропавловский, школа-церковь в честь иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость, не говоря уже о церквах военных и находящихся при учебных заведениях, а также об архиерейском подворье на Седанке, где на свои средства владыка содержал 50 пенсионеров. Много владыка трудился и над устройством монастырей Уссурийского, Николаевского, Свято-Троицкого, Мужского и Южно-Уссурийского, Рождество Богородицкого, Женского. Начиная со второй половины 1899 года, не жалея здоровья и сил, владыка и Всевей не раз объезжал всю свою огромную епархию. Причем никакие трудности не могли воспрепятствовать ему посещать церковные приходы даже на Камчатке и Сахалине. 12 июля 1907 года состоялось причисление к епархии церквей и духовенства Северной Маньчжурии, а 1 января 1909 года архиепископу Владивостокскому была подчинена русская духовная миссия в Сеуле. Все это являлось знаком особого доверия со стороны императора и священно-началия церкви. Многие российские благотворители, начиная с вгустейших особ, жертвовали значительные суммы на создание новых храмов. Сам праведный Иоанн Кронштадтский жертвовал на нужды монастырей и церквей Уссурийского края, на устройство библиотеки при школе села Осиновка, а также пожертвовал для Александровского Сахалинского храма икону Божией Матери. Неувидаемый цвет присланную ему личность со святой горы Афон. Священники и учителя церковно-приходских школ из других епархий просились и переводились на службу во Владивостокско-Камчатскую епархию. Мудрый владыка определял кандидатов на должности не иначе, как после непосредственного знакомства с каждым из них. Для привлечения духовенства к делу религиозно-нравственного просвещения владыка регулярно собирал епархиальные съезды. В 1903 году по его инициативе было начато издание Владивостокских епархиальных ведомостей. Типографии Свято-Троицкого Шмаковского мужского монастыря с его благословения печаталась духовная литература, распространявшаяся и за пределами епархии. Одним из основных направлений деятельности правящего архиерея являлось миссионерство. Ибо Владивостокско-Камчатская епархия была населена тогда многочисленными инородцами-язычниками, китайцами, корейцами, малыми народностями Дальнего Востока. Владыка поднял миссионерское дело на недосягаемую высоту. По всей епархии были созданы миссионерские станы для научения ведению миссионерской работы. Открыты катехизаторские школы и курсы. Здесь учили не только слово Божию, но преподавали уроки рационального ведения хозяйства, дарования, добродетели и полезная деятельность правящего архиерея снискали ему любовь и уважение инородцев-язычников, немало из которых привел он к таинству святого крещения. С благословения Владыки Евсевия было создано православное Камчатское благотворительное братство, утвержденное Святейшим Правительствующим Синодом после праздника Святой Пасхи в 1910 году. С целью донести слово Божие до самых отдаленных уголков епархии августейшим покровителем братства стал цесаревич Алексей. Благодатное служение Владыки Евсевия было высоко оценено священно-началием Русской Православной Церкви. 6 мая 1906 года он был возведен в сан архиепископа, а в 1912 году, в связи с награждением орденом С.В. Александра Невского, получил высочайший рескрипт, в котором говорилось, владыка был удостоен и других высоких наград. В ноябре 1912 года архиепископ Евсевий был вызван для присутствия в Святейшем Синоде, участвовал в прославлении святителя Патриарха Ермогена, был назначен председателем комиссии по выработке правил регулирующих перевозку С.В. икон по водным путям. В 1917-1918 годах архиепископ Евсевий принимал участие в работе Поместного Собора Православной Русской Церкви, после чего возвратился во Владивосток, но вскоре он был назначен постоянным членом Священного Синода при Патриархии, для чего вновь выехал в Москву. Последние годы в Москве, по окончании срока его деятельности в Священном Синоде в 1919-1920 годах, не имея возможности по причине гражданской войны возвратиться в свою епархию, архиепископ Евсевий был временно назначен управлять Смоленской епархией. После кончины 3 февраля 1920 года архиепископ Иосафа Патриарх Тихон назначил архиепископа Евсевий своим наместником в Москве. 18 февраля 1920 года он был возведен в сан-метрополита Крутицкого. Столь высокое назначение метрополиты Евсевий принял как временное, с условием, что при первой же возможности ему будет предоставлено право вернуться в свою родную Владивостокскую епархию. Последующие годы до своей кончины он проживал в Москве, скончался 31 января 1922 года, за сутки до кончины служив Божественную Литургию. За упокойное богослужение совершил Патриарх Тихон со многими находившимися тогда в Москве иерархами в Храме Христа Спасителя при большом стечении молящихся. Погребение состоялось в Новодевичьем монастыре с северной стороны Смоленского собора. Частной владыкой в северной жизни отличался простотой, незлобием, нищелюбием и всепрощением к окружающим. Наградой высочайшая грамота Орден С.В.Б.Л.Г.В. Вел князя Александра Невского бриллиантовый крест на клобок труды. Речь при вручении жезла епископу Нестору Петропавловскому на Камчатке. Прибавление к церковным ведомостям. 1916 номер 46-1099. Архепископ Ивсев и краткое «Русские люди, храните ватеру православную».